привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор привет дорогим подписчикам друзья сегодня в этом видео вы увидите мастер-класс по нанесению как даже не назвать это штукатуркой в общем по нанесению определенной декоративной отделки эта декоративка может показаться многим на первый взгляд неоднозначной но хочу вас заверить что я уже исполнял эту технику два раза один раз это было на в крутом бутике и второй раз это было на классной дорогой двухэтажной квартире все это было в современном стиле поэтому эта декоративка отлично туда вписывалась сейчас я расскажу вам из чего это состоит и с чем это есть да друзья не переключайтесь потому что в конце мы подведем итоги розыгрыша из прошлого выпуска ну и плюс следующий розыгрыш будет в следующем выпуске так что если вы впервые на этом канале то подписывайтесь потому что это мало того что самый крупный канал по декоративной отделке в россии мы здесь еще часто проводим ну чуть ли не в каждом выпуске ну через один как минимум розыгрыши профессиональных инструментов для декораторов вот в частности вот такие павановские шпательки для венесанки япончики мы разыграем сейчас но и всякие кельмы там бывает в общем давайте к материалам за основу у нас взят это мой шелк луна десета в принципе вы можете взять если вы будете пробовать повторить этот образец любой другой шелк но желательно конечно чтоб он был грывистый заколировал его прям в черный черный цвет этот цвет я сделал благодаря супер черному колеру это профессиональный пигмент беру я супер черный колер в одной компании с которой мы давно сотрудничаем называется на пример декор там очень много разных декоративных материалов ребята возят материалы из италии плюс они производят материалы сами если кто-то в питере захочет вообще ознакомиться с этой темой то советую вам посетить там выставочный зал много всего на студенте студенческой 10 находится премьер декор еще раз название и сверху мы делаем на мою черную сету мы будем делать золото друзья вот что касается золото тут достаточно такой скользкий момент у тех кто в теме те кто уже занимается но в последующем поймут очень сложно подобрать к этой технике золото в данном случае я использую декоразов сквозь эту золотую но она очень густая и она прям супер золотая и сильно перекрывает поэтому я здесь 50 на 50 разбавил золотую декоразовскую сету с золотом vgt у vgt есть такой лисирующий состав золотого цвета вот 50 на 50 с ними разбавил ну или золотой лак он там называется в общем такой полупрозрачная золотишко там у них 50 на 50 и разбил и чуть воды добавил чтобы он такой был достаточно жиденькая как примерно как такая жидкая сметана получилось в общем друзья ознакомились с материалами будет интересно посмотреть что сейчас могут делать так что давайте уже приступать непосредственно к мастер-классу будем посмотреть погнали итак друзья взяли планшетик наш обклеили хочется уточнить когда мы пользуемся вот таким вот прям супер насыщенным черным цветом то естественно основная ну как сказать не проблема основной момент который нужно учитывать это чтобы у нас на объекте если мы уже работаем естественно на стене нигде не подтек этот черный цвет соответственно когда вы обклеиваете потолок чтобы сделать стену нужно очень внимательно к этому отнестись все тщательно пройтись обклеить чтобы нигде не подтеков не было потому что если черный цвет потечет его потом конечно же сложно перекрывать поэтому к этому нужно относиться внимательнее использую япончик для нанесения данного материала потому что когда нужно делать тоненький слой без нахлёст и без всего именно очень удобно работать япончиком потому что фактура и штукатурки чувствуется через него лучше всего в общем берем наносим вот такой прям черный черный уголь у нас получился и сразу же начинаем наносить ну тут у нас какие есть нюансы стараемся делать не назир а как бы оставлять супер минимальный слой таким образом нам нужно пройтись по всему нашему образцу то есть если у нас где-то такие залысины но в принципе я их сразу же подкладываю но в принципе это не критично потому что сверху еще пойдет точно такая же смысле точно такого же цвета протирка которая пойдет на сдир так тут что-то у нас не перемешалось пальцем подсняли сразу видно профессионально раз пальцем все колхоз колхоз так ну в общем какие тут нюансы друзья закругляющими движениями кладем в принципе материал чувствуется как кладется за счет япончика но тут пока никаких особых секретов нету принципе секретов в том что прав на положите не может быть просто нужен хороший инструмент и практика практика так тут у нас конечно попадаются частички которые не перемешались это мой косяк потому что перемешивать надо было тщательнее но да ничего в общем друзья вот так уложили первый слой если получше размешал положить можно было бы лучше да и так сойдет в общем ждем полного высыхания первого слоя после чего в принципе нам нужно сделать тем же материалом протирочку нужно подождать прежде чем приступать ко второму слое примерно на час я думаю сейчас я думаю хватит итак друзья примерно часик прошел у нас полностью высох наш образец наш первый слой теперь можно наносить второй слой второй слой уже доведет наш черный фон до определенного качество как вы знаете друзья когда мы работаем шелком у нас важно делать разнонаправленные движения чтобы этот шелк задирался в одну или другую сторону и таким образом за счет того как падает освещение на наш шелк он по-разному мерцает но в данном случае извиняюсь друзья еще не до конца выздоровел в данном случае нам нужно сделать протирку протирку аля такую как по венецианке минимум движений в одно и то же место не возвращаемся и стараемся наш шелк вообще не ерепенит то есть нанесли и идем дальше наносим таким образом и снимаем на сдир то есть очень похоже на протирку по венецианской штукатурке какие-то там супер небольшие полосочки у нас все равно остаются так как материал достаточно жидкие чуть разбавил чтобы было удобнее работать эти полосочки мы сейчас вернемся и тоже подснимем то есть в данной технике нам важно чтобы просто мы равномерно укатали весь образец если он был с какими-то переходами то эти переходы они как бы тоже были равномерные и грубо говоря одинаково повторяющиеся поэтому все делаем в одной стилистике все делаем одним и тем же закругляющим движением в общем вернулись подсняли все выпирающие части ну и теперь нужно ждать высыхание уже этого слоя где-то если плохо положено можно подложить высыхание этого слоя будет происходить конечно же быстрее ну я думаю где-то в районе получаса в принципе за полчаса должно все высохнуть и можно будет уже приступать к нашей финичной отделки а там уже будет интересные нюансы так ну где-то подложил побольше под пригладил в принципе ничего страшного не будет если там идеально равномерности здесь не нужно вы ее в принципе и не добьетесь ну нужно просто более-менее темный фон почему именно шелк мне кажется что для такой техники на подложку подходит лучше всего шелк потому что он имеет свою такую микро текстуру по которой уже будет удобнее работать нашим золотом оно ну субъективно она улучшает ложится именно на шелк ждем высыхания примерно полчаса слой тоненький и после этого приступаем к золочению так друзья наш второй слой полностью высох вот такое вот в принципе гладенькое черное покрытие у нас получилось если сбоку смотреть там легкий отлив так теперь используем наше золото еще раз повторяюсь друзья я чуть-чуть подразбавил все это дело чтобы оно было такое как жиденькая сметанка и это материал у нас дикорезовская сета золотая 50 на 50 разбавлена с золотым лаком от vgt ну там лисирующий состав золотой вот так оно выглядит и в общем теперь у нас задача такая друзья у нас здесь миксированная работа сейчас пойдет нам грубо говоря нужно сделать одной стороны протирку с другой стороны оставить такие небольшие черточки на завершение каждого движения но вы сейчас увидите о чем идет речь и таким образом хаотично но равномерно распределить их по всему образцу соответственно если вы работе на стене то по всей стене с этим материалом нужно быть конечно очень осторожным потому что если мы работаем на стене нужно делать отрезками небольшими и делать это как пазл если вы где-то делаете ровные стыки ну у вас сто процентов получится косяки которые просто будет надо будет переделать полностью всю работу так что она должна быть рваная вся как пазл маленькими частями если вы работаете с напарником а лучше эту технику исполнять с напарником вам нужно меняться потому что все таки от руки рисунок тоже зависит да кстати друзья немаловажный момент я в принципе раньше по моему даже не упоминал никогда что если мы работаем на стене вдвоем с напарником у каждого есть все таки свой почерк какой-то да и чтобы у нас получился ну в любых техниках рисунок одинаковый то вам нужно всегда с ним меняться местами таким образом когда вы меняете с местами у вас вся стенка получается более-менее равномерно даже если у вас разная рука разный почерк но в принципе мастера которые много лет отработали они умеют состыковать свои почерки так чтобы у них вообще одно и то же получилось в общем друзья работа такая экспериментальная даже не держу шпатель как обычно я перевернул держу его вот так как бы здесь подержу большим пальцем здесь двумя да и работа такая что мы сначала кладем а потом мы снимаем на сдир и у нас должны оставить оставаться от золота такие своеобразные границы вот эти границы как раз они дают задают стилистику данной фактуре да где-то можно уже перевернуть чтобы удобнее было работать друзья скажу сразу же что ну в принципе я уже говорил да техника достаточно сложная для новичков наверное это слишком как сказать эмиссия не то что не выполнимая но такая реально сложно именно для тех людей которые уже не понаслышке знакомы с декоративкой им будет интересно такую работу выполнить но если вы только начинаете свой путь в отделке то за это конечно лучше не браться даже если вы сделаете образец по на стене вам с этим справиться будет тяжеловато но для таких опытных ребят то я конечно технику рекомендую потому что смотрится по-настоящему интересно на объеме в принципе друзья всегда золото можно поддобавить и вам это придется делать потому что вам нужно будет следить за равномерностью да но при этом имейте ввиду что там где вы поддобавляете вот так как у него такая достаточно серьезная полупрозрачность имейте ввиду что там будет наслоение более темные пятна соответственно вы поддобавлять вам нужно везде чтобы эти темные пятна тоже как бы уравновесить устаканить и сделать их тоже равномерно то есть когда у нас затемнение равномерное это уже как бы не косяк а как бы так задумано в принципе можно работать да с тем что уже положено по второму разу вот так проходится где-то где вы видите что необходимо да но старайтесь этим не злоупотреблять старайтесь выводить все сразу же в принципе вот такая техника друзья особо вроде не замысловатая но я вам скажу совершенно точно что на объеме на объеме в современном стиле эта техника смотрится ну по-настоящему стильно интересно и эксклюзивно повторюсь то что я это делал такую отделку в крутом бутике и в супер навороченных квартирах которые сделаны в современном стиле и вот такая техника вписывал сюда ну просто ну очень крутые на объеме это смотрелось дорого это где-то она тут напоминает ну не скажу что сильно прям напоминает но есть какие-то перекликается с поталью в некотором смысле да но при этом это уникальность этой уникальность этого стиля заключается в том что именно вот на черном золото именно вот в таком исполнении смотрится это наверно наиболее дорого наиболее круто в принципе я видел такую же технику исполняли на темно-темно глубоком красном и смотрелось тоже офигенная но это была тоже квартира в современном стиле и над этими квартирами и над этим бутиком работали дизайнеры самого топового уровня в россии поэтому они в принципе знали как это применить применить это не так уж и легко но вот такая вещь смотрится на мой вкус мне вот такие работы очень нравится . когда у меня будет более просторная квартира я надеюсь что я к этому приду если естественно это буду делать новый ремонт своими руками и вот такую фишку я обязательно где-нибудь забабахаю потому что это как сказать душа к такому лежит в общем друзья теперь ждем полного высыхания я вам покажу это с разных углов и под разным освещением ну естественно скотч снимем ну такая двухсмысленная работа да с одной стороны ну мне кажется что многие могут этого не понять но я прям кайфую вот этот от этой штуки прям кайфую ждем высыхания и смотрим друзья это профессиональный инструмент для декоративной отделки такого вы точно не найдете в обычном строительном магазине это специализированные инструменты каждый из них подготовлен доведен до ума и заточен лично мной пройдя по ссылке в описании или в конце ролика вы можете ознакомиться со всем ассортиментом товаров которые мы предлагаем инструменты самого высокого качества лучших производителей италии и испании за приемлемые деньги всего лишь отпусть мне 100 рублей за лот друзья приобретайте лучшие инструменты чтобы стать лучшими в своем деле удачи в творчестве и 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 ну что ж друзья вот такая интересная декоративка в современном стиле у нас получилось мне кажется она отлично пишется в креативные и стильные интерьеры именно в современном стиле итак друзья давайте теперь перейдем к розыгрышу У нас на кону, блин, где-то намочил уже, у нас на кону вот такие шпательки по-авановски, япончики. Ну, они подходят для всех декоративов, но особенно хороши они для венецианки. Напомню, что в прошлом ролике я задавал вам вопрос, на который вы должны были ответить в комментариях. А вопрос был такой, кем я мечтал стать в детстве. Итак, барабан-нагрот, друзья, в детстве я мечтал стать скульптором. Я, кстати, намекнул, что это где-то, ну, немножко, как сказать, не рядом с тем, чем я занимаюсь, но все-таки какие-то, грубо говоря, смежные профессии, связанные с искусством, связанные с ручной работой. Так что вы там очень много версий выдвинули, которые как бы не связаны. Хотя я намекал, говорил, что это связано с моей деятельностью сегодняшней. Ну, в общем-то, правильных ответов, насколько я помню, был один или два. Ну, в общем, первый правильный ответ я напишу, как связаться со мной в комментариях к вашему варианту. И вам вышли вот эти вот шпательки, япончики. Если вам не повезло в розыгрыше, друзья, эти япончики и другие итальянские инструменты для декоративной отделки вы можете приобрести у меня на сайте. Ссылка в описании и ссылка в конце ролика с доставкой по СНГ. Ну, а на этом все. Желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. И мы с вами увидимся в следующем видео. Все, пока. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все дела. Необычная штука. Но прикольная.